Друзья, всем привет! Сегодня продолжение ролика про цены на продукты во Вьетнаме. Обязательно смотрите этот ролик до конца, подписывайтесь, комментируйте, сами все знаете. Погнали! Ну и, конечно, чтобы купить продукты, нам обязательно нужно снять денежки. Мы сейчас попробуем снять их с банкомата Вьетнамско-Российского банка с карты МИР. Посмотрим разницу. Раньше мы снимали через Каспи. Вот мы подошли к банкомату Банка ВРВ. Это Вьетнамско-Российский банк. Они партнеры, я так понимаю, Банка ВТБ. И, соответственно, здесь, только здесь, во Вьетнаме, можно снять денежку с карты МИР. Сейчас посмотрим, какой курс. Выгодно-невыгодно, потом все расскажу. Точку на карте этого банкомата оставлю в описании. Так, мы в процессе. Обращаю внимание, что здесь можно выбрать русский язык. Сейчас мы для сравнения, чтобы было объективно, снимем 3 миллиона здесь, с карты МИР. И 3 миллиона потом снимем с Каспи банка в банкоматах Банка Агребанк. Там самая минимальная комиссия. Итак, сняли денежку в банкомате Банка ВРВ. В общем, за 3 миллиона сняло 9731 рубль. Сейчас дойдем до банкомата Банка Агребанк и попробуем снять 3 миллиона с Каспи банка, с карты Каспи банка. Посмотрим, какая сумма выйдет. Так, зашли в банкомат Агребанк. Вот так все выглядит. А здесь уже нет русского языка на английском, либо на вьетнамском. Но все достаточно просто и интуитивно понятно. Итак, ребятушки, в общем, сняли денежки с Каспи банка в банкомате Агребанк. Разница между миром, собственно, 100 рублей примерно выходит при курсе конвертации из рубля в тенге 5,6. То есть сейчас такой вообще курс упал. Мы когда только приехали в Казахстан, курс был где-то 7,4. Сейчас уже 5,6. И, конечно, это немножко настораживает. Разница небольшая, 100 рублей решайте сами. Там в контексте месячного бюджета, там, не знаю, двухмесячного, если считать, то, конечно, это там раз 100 рублей, два 100 рублей. То есть так понемножку можно экономить. Итак, ребятушки, мы дошли до торгового центра Gold Coast. Вот так выглядит все. Здесь есть Killing Line, Jazz, The Body Shop. Много всего. Обращаю внимание, что вот это внутреннее пространство занято все островками, такими шоу-румами. Прям очень много Кассио, Гермакол. В общем, сейчас будем подниматься, что будет интересно, я буду все показывать. Итак, друзья, мы уже в лоте Марта. В общем, набираем продукты себе домой. Но с вами продолжим именно с того момента, где мы остановились в прошлый раз. И то, что я вам еще не показывал. Еще раз напоминаю, если вы не смотрели тот выпуск, обязательно смотрите. Ссылочка будет вот здесь и также в описании под роликом. Итак, ребятушки, мы закончили свои покупки. Из тех отделов, которые мы вам уже показывали. В общем, набрали полкорзины уже. Сейчас будем двигаться дальше и буду вам показывать уже то, что не вошло в прошлый ролик. Не уместилось. Здесь, в общем, смотрите, фрукты. Много фруктов различных. Но мы фрукты покупаем на точке, на третьей линии. Там фруктовые лавки, такой мини-базарчик. И там всегда свежие и достаточно выгодные. Сейчас сравним цены, попробуем. Это кто? Апельсин. Апельсин зеленый. Интересно. Стоит 50 тысяч донгов по скидке за килограмм. Так, арбузики вот есть. Арбузики стоят 25 тысяч донгов за килограмм. Мы пока не пробовали, но, я думаю, обязательно попробуем. Это дынька. 69 тысяч донгов за килограмм. Много яблок. В общем, нам любой вкус и цвет. Вот все здесь перед вами. Ценники, видите, давайте вот. Такие красные 55 тысяч донгов за килограмм по скидке. Раньше стоили 70. 79 900. Вот самые дешевые, наверное, 39 тысяч донгов. Это какие-то элитные яблоки. 119 тысяч донгов. Так, дальше у нас идет манго. И вот есть зеленые, есть более спелые варианты. По ценнику получается такой спелый. 46 900, зеленые 30 тысяч 900 донгов. Мы на рынке, вот на точке третьей линии, ссылочку на эту точку оставлю в описании. Кому интересно, покупаем манго большие. Здесь они какие-то маленькие и желтые за 30 тысяч за килограмм. Собственно, на рынке будет дешевле покупать. Кстати, кто-то из подписчиков меня в комментарии спрашивал, есть ли здесь клубника. Есть клубника. Вот она. Вот в таких лоточках. Выглядит достаточно симпатично, красивенько. Стоит 149 тысяч донгов за 250 грамм. Ну, то есть за один лоточек вот такой. Есть даже черешня, но стоит каких-то астрономических денег. 529 тысяч за килограмм. Это больше полутора тысяч рублей. У вас ценник тут всплывет, а я примерно себе представляю. 155. Голубика. Черника. Черника 99 тысяч донгов за 125 грамм. Также есть виноград. Вот такой вот черный. Стоит 179 тысяч за килограмм. Вроде бы флаг ЮАР. Из ЮАР винограда. Корейский виноград. Вот такой вот зеленый. В лоточках. 369 тысяч за 450 грамм. Вот такие вот интересные фрукты. Вроде бы это помелло. Кто знает, кто разбирается, напишите в комментариях. Возможно, я ошибаюсь. 59 тысяч 900 донгов за килограмм. Ребят, смотрим дальше. Фрукты. Ананасы. Маленькие вот такие симпатичные. 25 тысяч 900 донгов за килограмм. Дальше. Маракуйя. Маракуйю мы просто влюбились. Это любим кушать. И здесь она стоит 34 300 донгов за один килограмм. А на рынке мы, по-моему, покупаем дешевле. Тоже, по-моему, 30 тысяч донгов за килограмм. Там все по 30 на этой точке. Вот. Это вроде авокадо. Вот это вроде бы авокадо. Боссап. 92 тысячи донгов за килограмм. Авокадо любим. Драгон. Драгонфрут. Драгонфрут. 29 тысяч 900 донгов за килограмм. Можно, кстати, вот половинки продаются. Но на рынке мы покупаем тоже 30 тысяч донгов за килограмм. Но они там как будто бы симпатичные, красивее и выглядят лучше. В принципе, ценник сопоставим. Джекфрут. Вот такой вот интересный. Вообще, это самый, наравне с, как его зовут, дурианом, самые большие фрукты вообще существующие. Они есть таких гигантских размеров абсолютно. Вот. Но специфичные. То есть, это на любителя. У него такой запах интересный. И по вкусу тоже мы пробовали. Нам не очень зашло. Я думаю, брать мы его, конечно, не будем. Кокосики. Ну, кокосы, естественно, тут его, наверное, странно было бы покупать. Есть свежие, просто на улице, у дорогашей местные. В общем, продолжается дальше различная кулинария, готовая продукция. Вот в прошлый раз мы не показали. Брали вот такой, один из таких наборчиков себе покушать. Они уже стоят более приемлемую цену. Вот рис с курицей, с овощами стоит 32 тысячи донгов. Вот мясо с яичком, рис, тоже немножко овощей 35 тысяч донгов. Обратите внимание, что здесь же можно купить и покушать. Есть столы и также есть микроволновка, чтобы все это подогреть. Идем дальше. Здесь у нас различные пирожные. Такие вот рулетики. Вот такие вот какие-то пироженки. Вот, собственно, заварные пирожные стоят 32 тысячи донгов. Вот такие вот штучки стоят 15 тысяч донгов. Дальше. Хлеб. Есть вот такие вот булочки, стоят 27 тысяч донгов. Есть вот такой вот хлеб для сэндвича, да, стоит 14 тысяч донгов за 300 грамм. Серый хлеб 200 грамм, 17 тысяч донгов. И есть вот такой вот, кстати, похож на наш кирпич. Ну, только толстый выглядит. Да, 3900. И есть вот еще с отрубями или с чем-то таким 25 тысяч донгов. Ну, и багеты. Багеты, банми, 3900 донгов. Такие дешевые багеты. Серьезно. Вы это видели? Так, идем дальше. Вот различные тоже сладости, вкусности. Такие вот какие-то ватрушки наши, а-ля 27 тысяч донгов. Пончики 15 тысяч донгов стоят за штуку, я так понимаю, 60 грамм. Идем дальше. Орехи. Вот кешью 500 грамм, 247 тысяч донгов. Фисташки 250 грамм, 130 тысяч донгов. Когда дальше какая-то странность, вот такие большие штуки наполнены какими-то вот пакетиками различными. И посмотрите, сколько их здесь в круг. И что это? Непонятно. Слово на английском нету, на русском тем более, конечно. Но вот выглядит вот таким вот образом. На ушах кто-то... Очень интересно. Как будто какие-то желейные конфеты, что ли, мармеладки. Идем дальше. Здесь уже начинаются сладости. И, собственно, давайте начнем с чокопая. Мы, допустим, очень любим чокопая. И здесь есть необычный чокопай. Арбузный. Есть кофейный, банановый, чокопай грин-ти, какао. В общем, ребята, чокопай на любой вкус и цвет. А здесь вот интересные печеньки, точнее, интересные упаковки. Вот такие вот ведра большие. Забавные. Вот такие есть. Стоят 79 тысяч донгов. А вот такая вот 159 тысяч донгов. Алена нашла что-то интересное с названием Хули Тол. Понимаете? Идем дальше. Здесь у нас каша различная. И здесь есть овсянка. Мы когда готовились к поездке во Вьетнам, Алена читала и писали, что здесь нет овсянки. Либо она очень-очень дорогая. Ее сложно найти. Вот, пожалуйста, Lottemar, Gold Coast. Куча видов различной овсянки. И по ценнику, по-моему, не так уж сильно дорого. Но дороговато, конечно. Вот 450 грамм, 86 тысяч донгов. Такая вот 76 тысяч донгов, 80 тысяч донгов. Пакеты какие привозили? Серьезно? Быстрого приготовления? Мы когда сюда приезжали, Мы в мае брали с собой несколько, наверное, пакетиков. Быстро завариваемой такой каши. И, соответственно, здесь ее кушали. А здесь вот она, пожалуйста, продается. Сколько она стоит? 50 тысяч. 50 тысяч донгов. Ну, кстати, не супер дешево. Так, ребят, продолжаем с темы сладостей. В общем, есть вот такие интересные бисквиты. Мы любим их. Кустос называется. 28 тысяч 700 донгов. Есть вот венские вафли. Да, я так понимаю. 28 тысяч донгов. В общем, на самом деле сладостей очень много. Вот сами видите, вот все это печенье различное. Вот это все сладости. Здесь вот опять конфеты, мармеладки, вафельные какие-то торты. Давайте вот посмотрим вафли. 22 тысячи 700 донгов. Давайте вот печеньки Орел посмотрим. 17 тысяч 300 донгов. Ребята, я здесь нашел семки. Есть семечки. Они тут какие-то большие. Стоят за 200 грамм 33 тысячи 800 донгов. Вот такие вот различные упаковки. 130 грамм 25 тысяч донгов. Ведя Хариба. В России, кстати, по-моему, их теперь не продают. 43 тысячи 900 донгов за 160 грамм. Здесь киндеры. Давайте посмотрим. 20 грамм 27 тысяч 300 донгов. Оменденцы. 18 тысяч 800 донгов за 37 грамм. Так, двигаемся дальше. Здесь вот ряд с различными снеками. И вот тут огромное количество чипсов представлено. И, конечно, здесь есть необычные для нас вкусы. Вот, допустим, вот это. Это кальмар с острой чили 26 тысяч 400 тысяч донгов. С лобстером 26 400. Привычные нам лук и сметана 26 400. Сегодня что-то скидок очень много на самом деле. Лейс. Лейс суши. Пробовали такие. 30 тысяч донгов за 150 грамм. Дальше у нас вот такой ряд с консервами. Не знаю даже, что посмотреть. Но давайте вот тунец. Да? Тунец. 48 тысяч 100 донгов за 115 грамм баночка. Дальше у нас различные соусы. Здесь есть майонез. Он разный здесь, специфический есть. Вот этот сейчас покупали ребята с России. Сказали, хороший. 230 грамм 4 400 тысяч донгов. Дальше красные соусы идем. Давайте посмотрим. Вот кетчуп хайнс 83 500 донгов за 567 грамм. Алена, смотрите, что нашла. Бадью такую пятилитровую. Причем это с чили. Ход чили соус. Офигеть. 137 тысяч донгов стоит. Мы обожжем просто сожжем ничанг этой бочкой, мне кажется. Ребят, рай для тех, кто любит лапшу быстрого приготовления. Посмотрите, какое огромное количество. Это все лапша быстрого приготовления. Просто невообразимое количество видов. И вот это все оно. Это все лапша. Все лапша. И вот здесь все лапша быстрого приготовления. Все оно. Вау. Куда столько. Смотрим по ценнику. Мы здесь брали уже несколько видов на пробу. Но запомнить, какие хорошие, нереально, мне кажется. Только фотографировать, потому что запомнить нереально. Давайте вот посмотрим. Вот такой вот 80 грамм. 10 тысяч 800 донгов. 9 тысяч 100 донгов. Есть вот какой-то царский. 23 тысячи 900 донгов. Вот это. 22 тысячи 900 донгов. Алена нашла какой-то самый дешевый, наверное. 5 тысяч донгов. 5 тысяч 100. Эти вот по 5. Идем дальше. Здесь уже более привычные нам макароны. Ну, как сказать. Вот макароны из лапша, рисовая лапша. 25 тысяч 500 донгов. Фунчоза. 22 тысячи 800 донгов. Здесь вот уже привычные нам макароны. Вот спагетти. Собственно, барилла. 30... 73 тысячи 900 донгов за 500 грамм. Есть вот такие спагетти. 69 тысяч 200 донгов за 500 грамм. Ну и, собственно, есть соусы для пасты. Вот болоньеза. Баночки барилла. Баночки барилла тоже 149 тысяч 800 донгов. Обычные макарошки. 69 тысяч 200 донгов. Тоже такая же в цене. Барилла, бабочки. 78 тысяч донгов за 500 грамм. А вот такие тоже 78 тысяч донгов. Есть вот другие фирмы различные представленные. Я так понимаю, местные уже. Вот есть 21 тысяча 900 грамм донгов за 300 грамм. Такие вот есть 200 грамм 13 500. 300 грамм 22 700. И вот такая вот фирма тоже интересная. Такие вот макароны. 20 тысяч донгов за 400 грамм. Дальше у нас рис. Риса тут тоже несметное количество различных видов. Ну давайте вот посмотрим вот такой вот рис 35 тысяч донгов за килограмм. Вы, по-моему, в прошлый раз такой, да, покупали? Есть вот такой 1 килограмм 37 500. Какой-то интересный рис за 99 тысяч донгов за 2 килограмма. Все, уже двигаемся к завершению. Собственно, напитки хотелось бы вам показать тоже. Вот, допустим, берем фанту, полтора литра, 18 тысяч 400 донгов. Есть фанта с какими-то вот интересными ягодами, непонятно с чем. Кто знает, напишите, тоже 18 400. Вот такое банановое фанта или что это, непонятно. 18 400 тоже стоит. Кока-кола маленькая 6 700. Пепси маленькая 5 700. Кока-кола 2 25 стоит 20 тысяч донгов. Итак, если для одного подписчика я уже показал клубнику, то для другого покажу алкоголь. Тоже просили показать алкогольные напитки. В общем, давайте посмотрим. Вот местное пиво Tiger за 6 банок стоит 0,33, стоит 97 тысяч 500 донгов. Если вот одну банку такую брать в 500 миллилитров, 21 тысяча 500 донгов. Это вот самое популярное здесь пиво. Популярно еще Saibon. Тоже 330 миллилитров. Такой же ценник 11 тысяч 200 донгов. Из-за мировых брендов, вот есть Toolbar, 337 миллилитров, 15 тысяч донгов. Также есть Heineken, вот 6 банок 330 миллилитров, стоит 109 тысяч донгов. Идем дальше. Здесь вот крепкий алкоголь, есть водка Absolute, стоит 410 тысяч за 700 миллилитров. Апироль, 700 миллилитров, 800 тысяч донгов. Егер Мейстер, как бы даже без него, 810 тысяч донгов за 700 миллилитров. Виски, Джеймисон 0,7, 495 тысяч донгов. Есть Chivas, 18-летний, просто посмотрите, какая красота. Почти 2 миллиона донгов за 700 миллилитров. Ballanty, 370 тысяч донгов за 700 миллилитров. Red Label, 371 тысяча за 750 миллилитров. Ну и вино. Давайте быстренько пробежимся. Честно говоря, знакомых названий не вижу. Давайте посмотрим. Вот такое вино. 249 тысяч донгов. Это Бордо. Французское. 331 тысячу донгов. Давайте глянем вьетнамское вино. Очень интересно на него глянуть. Оно подешевле, конечно. 150 тысяч донгов. 137, 106. Ну и, собственно, вот такой ценовой диапазон. Ну что из себя представляет вьетнамское вино, не представляю. Не пробовали пока что. Итак, ребят, мы, в общем, поднялись на второй этаж. И здесь вот различная бытовая химия, средства гигиена. Давайте посмотрим. Вот мужские дезодоранты Axe. Сколько тут стоят? 72 тысячи 900 донгов. Шампуни. Шампуни. Посмотрите, какие есть объемы огромные. Давайте я вам покажу тем, что пользуюсь сам. Ну давайте. Вот Клир. 184 тысячи донгов за 630-граммовые. Есть вот поменьше. 340 грамм, 118 тысяч донгов. Хендл Шоудерс. Смотрите, вот я себе взял. Я пользуюсь только этим шампунем. Стоит 137 тысяч 800 донгов. За большую упаковку 625 миллилитров. Скидка большая, достаточно. 50 тысяч, 40 тысяч донгов. Так, давайте посмотрим. Женские шампуни. Тоже огромное количество. Большой выбор на самом деле. И обращают на себя внимание, что есть большие объемы. Вот фирма Тресми. Алена сказала, достаточно популярная у девочек. 220 тысяч донгов за 620-граммовую бутылочку. Пантин 154 тысячи донгов за 650 миллилитров. Вот такой вот 137 за 480 миллилитров. Мыло. Мыло тоже есть. Смотрите, в каких огромных просто упаковках продается. В общем, сейфгард 750 миллилитров, 720 миллилитров, 155 тысяч 700 донгов. Вот такое вот местное мыло. 199 тысяч донгов за 800 грамм. Мы вот покупаем вот такое мыло. Оно стоит 180 грамм. 735 тысяч донгов. Хорошее местное мыло. Давайте посмотрим. Вот колгейт 52 тысячи донгов за 170 грамм. Какую-нибудь другую давайте посмотрим. Вот такая вот. 37 тысяч донгов. Идем дальше. Здесь вот всякие стиральные порошки, кондиционеры. И посмотрите, какие просто боди, наверное, для прачечных. 20-литровки. Вот такая вот штука стоит 341 тысячи 300 донгов. Интересно, конечно, выглядит. Но нам, конечно, такие объемы не нужны. Вот можно посмотреть вот такой вот гель. 33,6 килограмма. 175 тысяч донгов. Ариель. Гель. Тоже есть 3,2. 176,500. Есть вот такие поменьше. Обычные какие-то местные, я так понимаю, фирмы. Комфорт. Вот мы, в принципе, такую и покупали. 127 тысяч 900 донгов. Туалетная бумага. Вот такая, смотрите, есть огромная упаковка. Тут сколько? 24 штуки, что ли. 67 тысяч 800 донгов. Такая 55 тысяч 700 донгов. Тут 6 штук. Памперсы для детей, я думаю, тоже будут для многих актуальны. Давайте посмотрим. Вот есть такие. Это, наверное, местный производитель. 259 тысяч донгов со скидкой. Вот памперсы. Я не разбираюсь, честно говорю. 400 тысяч 900 донгов за вот такую вот пачку памперсов. Вот хаггис. 354 тысячи 200 донгов за такую упаковку. Вот средства для мытья посуды. Здесь я не видел, по крайней мере, на привычных нам ферри, еще чего-то. Но вот есть вот такое местное, Sunlight. Стоит 35 тысяч донгов за 700 миллилитров. Здесь вот есть интересные такие штучки. Это коробочки, наполненные шариками, которые вытягивают жидкость. И жидкость вот стекает на дно этой баночки. И ставятся в шкафы, потому что здесь особенность местного климата, что высокая влажность. И, соответственно, влажность пропитывает, собственно, одежду, скапливается в шкафах, образуется даже плесень. Поэтому вот такие баночки являются, собственно, главным инструментом борьбы с влагой. Туалетный утенок. 42 тысячи 500 донгов за 900 миллилитров. Ребят, ну вы посмотрите, здесь просто, на самом деле, очень много всего. И здесь есть посуда, различные бытовые предметы, полотенца, одежда, подушки, чего только нету. Даже шлема от мотобайков. В общем, времени показать вам все это нету. Будем постепенно в это погружаться. Каждый поход в магазин, брать вас с собой. А на этом буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сами все знаете, мне будет очень приятно. На этом все. Всем спасибо, еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok